Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Неплохо Макфлай. Я в Краснодаре, у нас тут мероприятие в поле, и приехал вот такой грузовик, ну, грех не посмотреть, грех не влезть внутрь и оценить вот это вот все дело, потому что я ни разу не сидел в кабине американца, я думаю, многие из вас тоже никогда не сидели, давайте посмотрим, говорят, там вообще вот внутри очень много мест, однокомнатная квартира, сейчас проверим. Снаружи получается, он выглядит таким вот образом, но достаточно часто можно встретить на дорогах у нас такие машины, в последнее время, кстати, все реже и реже, я смотрел, какое-то видео на ютубе, там сказали, что, ну, прайдлайнер, понятно, самая распространенная была в России, то, что завозили, ну, их уже привозили достаточно старыми, сейчас изменилось законодательство, и все меньше и меньше. Треть, треть всех иностранных грузовиков в России были как раз и такие огромные американцы, а сейчас все больше европейцев. Состояние уже такое, смотрите, видите, уже погрызаны, причем вот это, это не металл, это видите, как это называется, углепластик, здесь капот какой, тоже углепластиковый, поход, делал, монстр вообще, даже несмотря на то, что ему 20 лет, выглядит, конечно, мощно, внутри я прибрался. Кстати, в него очень удобно врезать вот эти вот пороги бесконечные. У него не заборит полный, но у него разрешение. А пробег сейчас у него какой? Два миллиона! Охренеть! Ну, это капиталка была, нет? Нет? Два миллиона без капиталки, это нормально вообще для машины? Нет. Ну, в смысле, нет, вот, если русская два миллиона проедет, это что с ней будет? Не проедет? Она уже давно была термить. Два миллиона! Офигеть! Короче, смотрите, друзья, кабина предлайнера, или пред мне вот подсказывает. Пред, просто пред. Вот, самое главное, это вот, что находится за водителем. Тут полтора спальная кровать. А тут еще одна кровать, тут получается две кровати. Охренеть вообще. Сколько, блин, тут реально, вот, по ощущению, ну, прям, очень маленькая однокомнатная квартира. Прикольно. Видите, всякие штуки. 20 лет машине. Вот, в принципе, старая, но сделана классно. Холодильники. Там тоже отразово. В общем, прикольно. Ну, реально очень далеко. Да, то есть там еще впереди этот нос, вот это два метра жизни. И если сидеть здесь, получается прям реально огромная штука. Компьютер, видите, человек, тут реально можно прям жить. Вон, газовая комфорка. Блин, как такой офис на колесах, телевизор. Клево, лежишь, телек, смотришь. Мне кажется, прикольно. Такая вот машина. Он жрет. 40 литров? Ну, это дизель? Это мало. Мало? Да. Так, по характеристикам, друзья, рядная шестерка, объемом 12,7 литра. Угадайте, сколько лошадиных сил? 470. Ну, и вы уже слышали пробег 2 миллиона километров. Такая вот реально очень крутая тачка. Разговорился с водителем, он рассказал много очень интересных историй. Ему нравится, даже несмотря на то, что машина старенькая, он бы ее вот не поменял ни на какую там Scania, Camas. В общем, говорит, вот вам лав. Пишите, друзья, в комментариях ваше мнение о вот таких вот американских крутых больших машинах. Сидели, не сидели, ездили, не едели, сталкивались, не сталкивались. Обсудим. Это был Миклух Макфлай. Пока-пока.